Популярный в народе премьер Димон выделил наиболее успешным регионам страны дотации на сумму в 20 миллиардов рублей за лучшие результаты в социально-экономическом развитии. О как! В тройку лидеров вошли Якутия, Татарстан, Московская область. Я, в общем, рад за эти территории и за их жителей, но мне почему-то всегда казалось, что помогать надо в первую очередь тем, кто в помощи действительно нуждается. У нас столько нищих областей, где в отличие от Татарстана, например, нет ни нефти, ни газа. А в отличие от Екатеринбурга и Челябинска, регионов, в которых сосредоточено 80% металлургии страны, есть только леса, поля, реки и грибы, мухоморы. Или там не живут люди? Хотя чего я снова удивляюсь, это же тренд такой общероссийский. Вытаскивать из ада, из ада имеется в виду, у нас принято не бедных. Три сантиметра не грязь, дальше само отвалится. Правительство ведь наше обычно поддерживает тех, кто реально нуждается в деньгах, даже если просто о людях говорить. Чиновникам у нас помогают, банкирам, нефтяникам, ну непростым смертным же. Они и так хорошо живут. Начинаем. Ой, а в Кремле что творится? Ребята, Песков тут недавно ляпнул, но это папа той самой Елизаветы Премудрой. Так вот, Песков сообщил стране, что в высших эшелонах российской власти очень серьезно относятся к тому, что Дональд Трамп пишет в своем, внимание, твиттере. Это не шутка. Человек прям так и сказал. В любом случае, все, что публикуется от его имени в данной соцсети, воспринимается Москвой как официальное заявление президента США, и никак иначе. Естественно, обо всем этом затем докладывается Владимиру Путину. Ой, блин, спешу сообщить господину Пескову. Вообще твит в дословном переводе с английского – это чирик, птичий щебет. И вот теперь представьте себе, это ж какого уровня паранойи надо достичь, чтобы каждое чириканье человека, пусть и такого человека, как Трамп, воспринимать в качестве официального заявления. Кстати, у меня еще личный вопрос имеется туда же. Вот у меня есть сосед-алкоголик, а на плече у него красуется татуировка, не забуду, мать родную. Нужно ли мне воспринимать эту татуировку как приложение к паспорту того моего соседа и расценивать ее как одну из записей в документе? Ладно, это реальная журналистика. Сегодня снова обредоносном и вредоносном. Поехали! Теперь о приятном. На прошлой неделе вся наша страна в едином порыве отметила очередную годовщину принятия главного государственного закона Конституции. 24 года мы по ней живем, следующий год юбилейный. Естественно, пропагандисты в этой связи устроили соревнования по хвостовству. О российских достижениях на перегонки рассказывали. Разумеется, я не смог пропустить данное шоу и целый день гонял зомбоящик туда-сюда, восхищаясь успехами великой и могучей на всех фронтах. Но особенно зацепил репортаж. Его катали на канале имени Прокопенко. Репортаж тот, впрочем, не совсем о достижениях, хотя и о них тоже, но больше о врагах. Он о тех нехороших людях, которые спят и видят, как бы разрушить все то счастье, всю ту стабильность, что накрыло медным тазом одну шестую часть суши. Но давайте покадрово изучим этот шедевр и возгордимся. Внимание на экран. Сразу несколько сторонников беглого националиста Вячеслава Мальцева удалось задержать благодаря новейшей системе распознавания лиц, которая появилась на вооружении у российских спецслужб. Как выяснили журналисты нашей программы, боевое звено экстремистской организации «Артподготовка» пыталась затеряться среди соратников Алексея Навального. Уловили, да, боевое звено экстремистской организации «Артподготовка». Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу вас, продолжайте. Но сегодня-то мы уже знаем, что на поимку особо опасных зрителей Мальцевского интернет-канала, который красноярские судьи назначили организацией, да еще и экстремистской, были брошены лучшие силы, потрачены бюджетные средства, ну да бог, с ним ради дела ж все это затевалось. Боевое крыло обезвреживали, ну и давайте глянем хоть на тех бандитов-то. Они верили, что капюшон и солнцезащитные очки для них будут плащом-невидимкой. И если человеку действительно сложно различить в толпе тех, кого видел лишь на фотографии, то специальная система распознавания лиц практически не допускает ошибок. Этот аппарат, о котором мы сейчас говорим, он самообучающийся. То есть он через какое-то время уже практически не имеет вероятности и возможности ошибиться. И уже там вашего родного брата никоим образом за вас не примет. Новейшая разработка российских ученых на вооружении спецслужб. Зоркий глаз, который видит каждое лицо, сверяет с базой данных и способен определить личность. Ну а дальше дело техники. Звучит сигнал, человек в розыске и должен быть задержан. Февраль, остановник, марк подготовки. Но обратили внимание, да, одни бандюганы. Такого встретишь на улице, убежать тут же захочется. Особенно вот эта вот гражданка убедительно выглядит. Сейчас я вам ее покажу еще раз, да, покрупнее. Не, ну Тонька пулеметчица практически. Тут и оборудование специальное не нужно. Так все видно, мне кажется. А скал звериный, глаза полны ненависти. Другое дело, когда смотришь на эти улыбающие лица, на лица милых патриотов. Не нравится Россия, валишься, шка! Не нравится Россия, валишься, шка! Не нравится Россия! Да, от этих парней веет просто добром и любовью. Ладно, давайте дальше о слугах сатаны. Их немного, но каждый был подготовлен, обучен и экипирован. Ножи, дубины, шлемы и каски, перцовый газ и респиратор. Эти люди, наслушавшие своего идейного вдохновителя, а ныне беглеца, Вячеслава Мальцева, хотели провернуть в нашей стране украинский сценарий. Даже позвали на подмогу киевлян, тех, кто уже разыгрывал подобную пьесу. Он говорил о том, что в России будет революция, так же, как она случилась в Украине. И поэтому он мне понравился. Каждый был подготовлен, обучен, слышали, да, ребят, согласитесь. Поэтому сопливому ботанику видно же, что он головорез, за спиной горы трупов, ага. А еще очень впечатлил тонкий режиссерский ход, у них изымали оружие и показывают нам картинки с какими-то ножичками, выдернутые подозревают, чуть ли не из интернета на фоне того ботаника. А что, оперативных съемок не было? Как задерживали, как изымали это оружие у задержанных? Странно, но когда я работал в центральных СМИ, нам такие съемки пачками отгружали. Ах, да. Пресс-службы силовых ведомств же сейчас более важными делами заняты. Они твиттер Трампа мониторят дальше. Я всегда всех поддержу, тех, кто хочет народовластие и свободу. Малый вопрос, вы за кого готовы отвечать? Мы за все готовы отвечать. В итоге не ответил ни за что, сбежал, бросив собственных соратников, отказавшись от своих идей. Закономерная реакция от этих же идей стали отказываться и те, кто следовал за ним. Сам он живет где-то за границей, по-моему, во Франции. И просто все, что он делал до сих пор, это смотрел, ждал, когда ему люди будут отправлять свои деньги на революцию. Слушайте, ну вот я не соратник Мальцева и не его поклонник. Эфиры Мальцевские смотрю раз в пятилетку, но даже я знаю, где он сейчас находится. А вот этот головорез, который долгое время следовал за своим кумиром, не в курсе. Впрочем, не эту мысль, мне думается, режиссеры пытались донести в данном случае до зрителя. Баба ложь, оппозиционер, тупо рубит на своем деле. Вот он, основной посыл интервью с Боттаном. Впрочем, а что удивляться? Я уже даже привыкать начинаю к тому, что если кто-то поделился своим недовольством относительно положения вещей в нашей стране, этот кто-то тут же становится мистером, кто тебе платит или за сколько продался. Другое дело, истинные патриоты РФ, вроде Якуниных, Сечиных, Усмановых или патриоты-бюджетники, типа Соловьева, Федорова, эти ж исключительно из идейных соображений ежедневно просыпаются и начинают приносить пользу обществу. Юные ленинцы, к борьбе за дело Коммунистической партии, будьте готовы! Всегда готовы! Ну а если серьезно, ребят, дальше продолжать обсасывать эту халтуру, сделанную левой пяткой и какого-то неудачника, не вижу смысла. Меня это обижает. Меня обижает, что редакторы уважаемого некогда мною канала считают меня дураком и не только меня, к слову. Такое откровенное Г, сляпанное на коленке, можно показывать разве что в психобольным. Блин, у нас сегодня на пропаганду тратятся сумасшедшие деньги. Ну неужели ж эти деньги нельзя потратить с пользой? Нанять профессионалов, которые хотя бы грамотно работать будут? У которых хватит ума, говоря в эфире о боевом крыле экстремистской организации, показывать не рохлю Салабона и не девочку, случайно проходившую мимо? Хотя я, наверное, быстрее на Дейнерис Таргарин женюсь, чем начальники пропагандистов наших жадничать, перестанут и думать начнут, шут с ним. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее прямо надо мной, пища для размышления еще, вагон и маленькая тележка, заходите на канал подписаться, не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже масса интересного. Кстати, в фейсбуке у нас группа наконец появилась. Добро пожаловать. Ну и темы предлагайте, обязательно поднимем, обязательно обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Вообще-то они тут разъехаться не могут, что ли? Похоже, не могут разъехаться. Мало места. Не шугается. Отъехали бы действительно, пропустили бы экскаватор. Ни фига тут. Ни фига себе. А ну нафиг, да ладно. Не хрена себе. Э, э, пацаны! Вам что за ясно? Быстро. Я снимаю! Я снимаю! Пацаны, успокойтесь! О, пацаны! Пенец, чуваки! Ну вы попали! Вот это жил дает!